Друзья, всем привет! На связи репетиторская империя и преподаватель по биологии Ангелина Морган. На этом занятии мы с вами познакомимся поближе с белками. Разберемся, какую структуру они имеют и какие функции они выполняют в живых организмах. Поехали! Но для начала разберемся с тем, что вообще такое белки. Белки это нерегулярные гетерополимеры, мономерами которых являются аминокислоты. Что такое полимеры? Это химические вещества, которые состоят из повторяющихся звеньев и эти звенья называются мономерами. Если проводить аналогию, то полимеры похожи на бусы. Вот у нас есть бусы целиком и бусы состоят из множества одинаковых повторяющихся бусин. Вот целые бусы это целый полимер. Одна отдельная бусинка это мономер. Соответственно, полимер это какое-то крупное, сложное химическое вещество и мономеры будут более простыми химическими веществами, более простыми повторяющимися звеньями в составе этого сложного соединения. Итак, теперь давайте разберемся, почему же белки? Это нерегулярные полимеры и почему же это гетерополимеры? Вообще все полимеры мы можем разделить на две группы. Вот они наши полимеры, две группы. Первая группа это гомополимеры, вторая группа это гетерополимеры. Что такое гомополимеры? Это те полимеры, которые состоят из одинаковых мономеров, абсолютно одинаковых. Ну вот, например, я возьму мономер и обозначиваю буковкой А. Вот такой вот полимер, состоящий из множества-множества мономеров А, это будет гомополимер. Гетерополимеры состоят из различных мономеров. Например, возьму три мономера под буквой А, В и С. И если в составе полимера у меня есть несколько различных мономеров, это будет гетерополимер. Но все гетерополимеры можно еще разделить на две категории. Гетерополимеры могут быть регулярными, а могут быть нерегулярными. В чем же разница? В регулярных гетерополимерах вот эти вот мономеры как-то закономерно чередуются. Например, могу из этих трех мономеров составить такой регулярный гетерополимер. Здесь будет чередоваться А, В, С, А, В, С и так далее. Или будет чередоваться А, С, А, С и так далее. Если же у нас гетерополимер нерегулярный, то мономеры будут расположены хаотично и никакой закономерности мы не увидим. Ну, например, А, В, В, С, А, 2С и так далее. Так вот, белки являются гетерополимерами, потому что они состоят из различных аминокислот, и они являются нерегулярными гетерополимерами, потому что эти аминокислоты расположены без какой-то определенной закономерности. Но про закономерность мы еще поговорим, когда будем говорить про первичную структуру белка. Теперь давайте поговорим про классификацию белков, но здесь есть еще одно но. На самом деле белки – это пептиды, но при этом не все пептиды являются белками. Давайте разбираться. Итак, что такое пептид? Пептид – это какая-то совокупность аминокислот, то есть это просто аминокислотная последовательность, аминокислотная цепочка. Бывают дипептиды, соответственно, это тот пептид, который состоит из двух аминокислот, обозначая их кружочками схематично. Если взять три аминокислоты, которые образуют цепочку, это у нас будет три пептид. Соответственно, все пептиды можно разделить на олигопептиды и полипептиды. Олигопептиды – это те пептиды, в состав которых входит меньше десяти, но по некоторым данным меньше двадцати аминокислот. Почему данные разнятся? Потому что на самом деле это условная граница. Дальше полипептид – это тот пептид, в состав которого входит больше двадцати аминокислот. Ну и, наконец, белком мы будем называть тот полипептид, в состав которого входит больше, чем пятьдесят аминокислот. Вот такая вот классификация. То есть белки – это те пептиды, в которых находится больше, чем пятьдесят аминокислот. Давайте теперь поговорим поподробнее про аминокислоты, про мономеры белков. Что это такое? Это органические вещества, и содержат они в своем составе карбоксильную группу. Это как раз-таки кислотная группа. Вот здесь вот она изображена. И аминогруппа – это основная группа. Именно поэтому они являются аминокислотами. Что важно сказать про аминокислоты? Те аминокислоты, которые входят в состав белков, они имеют карбоксильную группу и аминогруппу, и эти две группы обязательно должны быть связаны с центральным атомом углерода. Таким образом, как выглядит аминокислота, которая входит в состав белка? У нее есть карбоксильная кислотная группа, есть аминогруппа. Эти группы прямо присоединяются к центральному атому углерода. Есть водородик и есть какой-то радикал. Причем у различных аминокислот вот эти боковые цепочки и радикалы, они будут отличаться. А теперь давайте посмотрим на данную картинку и подумаем, является ли данное соединение аминокислотой. Что мы ищем? Мы ищем карбоксильную группу. Вот она. Мы ищем аминогруппу. Вот она. Получается, что это тоже аминокислота. Но в данном случае это как раз-таки будет не протеиногенная аминокислота, это гамма-амино-масляная кислота, и в состав белков она не входит. Но с ней вы познакомитесь, когда будете изучать нервную систему. Теперь давайте посмотрим следующую классификацию аминокислот. Те аминокислоты, которые находятся в организме человека, мы можем разделить на заменимые и на незаменимые. Все они представлены в табличке. Что такое заменимые аминокислоты? Это те аминокислоты, которые могут синтезироваться в организме человека самостоятельно. Соответственно, незаменимые аминокислоты, это те аминокислоты, которые не могут синтезироваться в организме человека, и человеку обязательно получать их извне с пищей. На самом деле все незаменимые аминокислоты, они синтезируются в растительных организмах. Соответственно, человек может потреблять их, если употреблять в пищу именно растения. Но есть одна проблема. В одном растении может содержаться, например, 2-3 незаменимых аминокислоты, в другом другие 2-3 незаменимых аминокислоты и так далее. То есть в одном растительном организме очень редко представлен весь набор незаменимых аминокислот. Поэтому, если вы вегетрианец, вам необходимо очень четко продумывать свой рацион, чтобы вы получали все незаменимые аминокислоты, потому что в организме человека они не синтезируются. Наибольшее количество незаменимых аминокислот находится именно в животной пище. Если вы сейчас внимательно посмотрите на эту табличку, то вы увидите, что здесь есть две особенные аминокислоты, выделенные звездочкой. Это аргинин и гистидин. Они являются условно заменимыми аминокислотами. Почему мы говорим про них как условно заменимые аминокислоты? Все дело в том, что они могут синтезироваться в организме человека, но совсем в небольших количествах. Поэтому их все равно приходится потреблять вместе с пищей для того, чтобы организму их хватало. Поэтому относим их к условно заменимым аминокислотам. Теперь давайте посмотрим на другую классификацию аминокислот по их радикалам. Здесь прямо видно хорошо, что все радикалы имеют различное химическое строение, различные группы. Поэтому в зависимости от того, какой радикал у аминокислоты, мы можем все аминокислоты разделить на неполярные и полярные. Неполярные аминокислоты с неполярными радикалами являются гидрофобными, потому что сами радикалы являются гидрофобными. То есть они не взаимодействуют с водой. И наоборот, полярные аминокислоты с полярными, то есть гидрофильными радикалами являются гидрофильными. То есть они будут хорошо взаимодействовать с водой. Ну и что мы здесь еще можем увидеть? Среди неполярных аминокислот есть олифатические аминокислоты и ароматические, то есть с ароматическими радикалами. Среди полярных можно выделить незаряженные, отрицательно заряженные и положительно заряженные. То есть сам радикал, он может иметь либо положительный, либо отрицательный заряд. И почему мы сейчас рассматриваем эту классификацию, учить формулы не нужно. Но нужно понимать, что свойства каждой отдельной аминокислоты влияют в целом на строение белка. Но для начала давайте познакомимся со следующими терминами. Есть такой термин как фолдинг, это приобретение белком нативной конформации. Что такое конформация? Это пространственная структура белка. Про конформацию белков еще подробно поговорим. А нативная конформация это именно та структура, именно та конформация, в которой белок может выполнять свои функции. И давайте рассмотрим на примере, почему же от свойств отдельных аминокислот зависит структура и строение белка. И даже те функции, которые он будет выполнять. Итак, у нас есть цепочка из аминокислот, есть какой-то полипептид. И мы видим, что в состав этой цепочки входят аминокислоты с различными радикалами. Есть аминокислоты, у которых гидрофильные радикалы. Есть аминокислоты, у которых гидрофобные радикалы. И вся вот эта цепочка будет ориентироваться вот таким вот особенным образом. Все гидрофобные радикалы, аминокислоты с этими гидрофобными радикалами спрячутся вовнутрь, для того, чтобы с водичкой не взаимодействовать. Аминокислоты с гидрофильными радикалами свернутся таким образом, чтобы они располагались снаружи, потому что они будут взаимодействовать с водой. Вот мы видим, как состав полипептида влияет в целом на структуру белка. И опять же, если здесь сразу же порассуждать, допустим, представим, что в этой аминокислотной последовательности у нас будет большое количество отрицательно заряженных аминокислот. Значит, что в целом тот белочек будет взаимодействовать хорошо с чем-то положительно заряженным. То есть мы видим, что состав аминокислотной последовательности, состав белочка, он влияет еще и на выполняемые им функции. У аминокислот есть очень интересное свойство, называется оно амфотерность. Давайте разбираться, почему аминокислоты амфотермы. Они обладают свойствами как кислот, так и оснований за счет того, что у них есть кислотная карбоксильная группа и основная аминогруппа. Что происходит с аминокислотами в растворе? Когда аминокислота или в целом молекула белка попадает в раствор, происходит диссоциация. Причем pH должен быть нормальным. Что это значит? Во время диссоциации от карбоксильной группы отрывается протончик. И наоборот, к аминогруппе протончик присоединяется. Таким образом, наша аминокислота приобретает отрицательный и положительный заряд одновременно. Вот такое состояние называется состояние цвитер-иона. Есть как положительный, так и отрицательный заряд. Причем происходит это только при нейтральном pH. В нейтральной среде. Благодаря этому свойству, благодаря амфотерности, аминокислоты могут действовать как буферные системы. Поэтому запоминайте, пожалуйста, что существует белковый либо аминокислотный буфер. Каким образом это происходит? За счет особенного строения аминокислоты, ну и в целом белки, они могут присоединять либо отщеплять протоны, тем самым поддерживая уровень pH на каком-то постоянном значении. Давайте смотреть. Вот аминокислота в растворе. У нее есть положительный зарядик, есть отрицательный зарядик. Допустим, в этот раствор мы будем добавлять кислоту. Соответственно, концентрация протончиков в растворе будет увеличиваться. И чтобы pH не изменялся, эти лишние протоны нужно куда-то деть. Протончик будет присоединяться вот сюда, вот так, к карбоксильной группе. И наоборот, если мы добавляем основание в раствор, то будет увеличиваться концентрация гидроксид ионов. Соответственно, от них также нужно избавиться для того, чтобы выровняло значение pH. Что будет происходить? Вот отсюда протончик будет соединяться с гидроксид ионом и будет получаться водичка. Тем самым, опять же, pH будет выравниваться. Если вы обратите внимание еще и на эту картинку, то можно увидеть, что в целом заряд белка будет зависеть от того, в какой среде он находится. Соответственно, если среда нейтральная, то у белочка есть как положительный, так и отрицательный заряд, ну либо у отдельной аминокислоты. Если среда становится щелочной, то есть уменьшается концентрация протонов и увеличивается концентрация гидроксид ионов, то белочек становится анионом. У него появляется отрицательный заряд. Почему? Потому что, когда много гидроксид ионов, нужно, чтобы водородик с ними связывался. Происходит связывание с ними водорода, поэтому водородик вот отсюда, где он был, он уходит вот сюда. В кислой среде наоборот. Здесь большая концентрация протончиков. Соответственно, аминокислота в кислой среде будет приобретать положительный заряд, потому что эти протончики, они будут присоединяться к аминогруппе. Вот такое вот интересное свойство у аминокислот. Пожалуйста, про белковый буфер не забывайте, сразу себе это отметьте. Теперь давайте будем разбираться, как вообще формируются пептиды и белки. Образуются они за счет того, что аминокислоты соединяются друг с другом за счет пептидных связей. Пожалуйста, запоминайте название. Что из себя представляет пептидная связь? Пептидная связь – это ковалентная связь, и образуется она между карбоксильной группой одной аминокислоты и между аминогруппой другой аминокислоты. Причем сразу обращайте внимание, что это две разные аминокислоты. Причем эти аминокислоты, они должны быть протеиногенными для того, чтобы они вообще входили в состав белка. То есть что мы здесь видим? Центральный атом углерода, аминогруппа и карбоксильная группа. Итак, когда образуется пептидная связь, у нас отщепляется водичка, и остаток карбоксильной группы оказывается соединенным с остатком аминогруппы. Давайте проследим то же самое на данной картиночке. Вот у нас аминокислота под номером 1, вот аминокислота под номером 2. Вот мы видим карбоксильная группа, вот мы видим аминогруппа. Между ними формируется пептидная связь, и вот здесь формируется водичка. Получается, что это реакция дегидратации. Водичка отщепляется, при этом формируется пептидная связь. Так и образуется пептид. В данном случае мы получили дипептид из двух аминокислот. Дальше может присоединиться еще одна аминокислота, и еще одна аминокислота, соответственно, будет 3-пептид. Дальше олигопептид, полипептид, и в конце концов может сформироваться белок. Что важно знать про белки? Обязательно нужно знать, какие структуры есть у белков и какие связи их формируют. Давайте разбираться. Самая простая структура белка – это первичная структура. И она представлена полипептидной цепью, то есть как раз-таки линейной последовательностью из аминокислот, которые соединены пептидными связями. Что самое интересное, данная последовательность определяется генетически. То есть в ядре у клетки есть генетический материал, который будет определять, каким образом именно будут расставлены аминокислоты полипептидной цепи. Ну и это будет влиять в дальнейшем на структуру белка и на его свойства, на его функции. Образуется первичная структура белка во время трансляции, которая происходит на рибосомах. Про это подробно еще поговорим. Трансляция – это биосинтез белка. И еще раз повторяю, что пептидные связи, они образуются между карбоксидной и аминогруппами соседних аминокислот. Внимательно посмотрите, как может выглядеть первичная структура белка на картинках. Картинку могут нарисовать схематично. И таким образом мы увидим, что вот они аминокислоты с какими-то радикалами, соединяются друг с другом пептидными связями и формируют целую цепочку. Это первичная структура белка. Вот уже более детальное изображение. Тоже первичная структура белка. Все эти картинки могут попасться вам на экзамене, поэтому я рекомендую их очень внимательно рассмотреть. Следующая структура белка, следующий уровень, это вторичная структура белка. Что происходит? Полипептидная цепь определенным образом сворачивается за счет того, что формируются водородные связи между остатком аминогруппы одной аминокислоты и карбоксидной группы другой аминокислоты. Есть два типа вторичной структуры белка. Это альфа-спирал выглядит вот таким вот образом и бета-складчатый слой выглядит вот таким вот образом. Давайте разбираться. Альфа-спираль формируется, когда полипептидная цепь сворачивается таким образом, что образуется спираль. И это получается просто закрученная цепочка из аминокислот. Но каким же образом поддерживается форма закрученной спирали? А вот как раз за счет водородных связей. И вот мы видим раз водородная связь, вот два водородная связь, три водородная связь. То есть вот он, остаточек карбоксильной группы, вот остаточек аминогруппы. Водородная связь образуется между кислородом и водородом. Второй тип, который может вам встретиться во вторичной структуре белка, это бета-складчатый слой. В чем разница? В данном случае частки полипептидной цепи, они не сворачиваются в спираль, а располагаются параллельно, и между ними также возникают водородные связи, которые их поддерживают в виде вот этого вот бета-складчатого слоя. Давайте тоже посмотрим. Вот водородная связь, вот водородная связь, и вот водородная связь. Тоже видим остаточек аминогруппы, остаток карбоксильной группы. Следующая структура белка – это третичная структура белка. И это структура в виде компактных глобул. Что из себя представляет глобула? Она похожа на вот такой вот сильно свернутый глобочек. Причем здесь мы видим, вот он кусочек, где находится альфа-спираль, вот кусочек, где находится бета-складчатый слой. То есть вторичная структура, она начинает еще сильнее сворачиваться и компонуется в виде глобулы, в виде вот такого вот шарика-глубочка. За счет чего вообще держится третичная структура белка? За счет тех связей, которые образуются между радикалами аминокислот. Это очень важно. Давайте вернемся ко вторичной структуре белка. Здесь, например, водородные связи, и она формируется только за счет водородных связей. Они формируются между остатком аминогруппы одной аминокислоты и остатком карбоксильной группы другой аминокислоты. Причем это как раз таки те группы, которые присоединены к центральному атому углерода. Это не те группы, которые находятся в радикале. А вот третичная структура белка формируется за счет тех связей, которые формируются между радикалами. В том числе мы будем с вами говорить и про водородные связи. Давайте разбираться. Первый тип связей, который здесь может встретиться, это дисульфидные связи. Это одна из разновидностей ковалентных связей, которые возникают между остатками цистеинов. Цистеин – это одна из аминокислот. Давайте посмотрим на нее, вернемся к классификации. Так, вот он, цистеин. Вот мы видим его радикальчик. И мы видим сульфгидрильную группу. Между двумя цистеинами, между двумя сульфгидрильными группами и будет образовываться дисульфидная связь. Смотрим дальше. Водородные связи также могут образовываться, но уже между радикалами аминокислот. Вот она, водородная связь между водородиком и кислородиком. Но речь идет именно про радикалы аминокислот. Дальше, еще один тип связей, который может формировать третичную структуру белка, это ионные связи. Образуются они между противоположно заряженными радикалами. Мы с вами уже посмотрели, что некоторые радикалы могут быть заряжены положительно, а некоторые отрицательно, и между ними и будет образовываться ионная связь. Ну и последний тип взаимодействий, это гидрофобные взаимодействия. Тоже уже посмотрели на классификации, что бывают радикалы аминокислот, которые являются неполярными. Соответственно, они гидрофобные. Они не любят взаимодействовать с водичкой, и они будут хорошо взаимодействовать друг с другом, ориентируясь напротив друг друга, прячась от водички. Поэтому это еще один тип, называется гидрофобные взаимодействия. Как определить, какая третичная структура у белка? Выявляется она при помощи особенного метода, который называется рентгеноструктурный анализ. Давайте познакомимся с ним поближе. Что это за метод? Берут белочек, его кристаллизуют, и затем действуют на него рентгеновскими лучами, для того, чтобы они рассеялись и образовали вот такую вот картину. По данной картине, после рассеивания рентгеновских лучей, когда их направляют на кристаллизованный белочек, можно установить пространственную структуру данного белочка, то есть его третичную структуру. Где еще можно использовать данный метод? Не только для определения структуры белков, но еще и для определения структуры, например, нуклеиновых кислот. Ну и последняя, самая сложная структура белка, самая высшая, это четвертичная структура белка. Это надмолекулярная структура, то есть она формируется при участии нескольких молекул белка, и получается, что в данном случае у нас взаимодействует несколько полипептидных цепей, которые называют субъединицами. Давайте посмотрим. Есть такая молекула, как молекула гемоглобина, и состоит она как раз-таки из четырех полипептидных цепей. Вот одна альфа-цепь, вторая альфа-цепь, бета-цепь-раз и бета-цепь-2. То есть четыре различных полипептидных цепей, причем в данном случае мы видим, что каждая из этих цепей свернута в третичную структуру, то есть это у нас глобулы, и вот эти глобулы связываются вместе, образуя четвертичную структуру белка. Четвертичная структура белка удерживается нековалентными взаимодействиями и связями. То есть здесь у нас не будут фигурировать тисульфидные связи, но здесь также могут быть водородные связи, ионные связи и какие-то гидрофобные взаимодействия. Еще один пример белка с четвертичной структуры, то есть того белка, который формируется при взаимодействии некоторых полипептидных цепей, это коллаген. Что мы видим? Вот мы видим одну альфа-цепочку, и когда три таких цепочки взаимодействуют друг с другом, они формируют одну молекулу коллагена. И молекулы коллагена могут формировать даже более сложные структуры, которые называются коллагеновыми фибрилами. Что еще важно знать про четвертичную структуру белка? Есть она не у всех белков. Какие-то белки могут оставаться в своей третичной структуре, поэтому не обязательно четвертичная структура должна быть у белка. Это тоже себе, пожалуйста, отметьте. А теперь давайте поподробнее познакомимся со строением гемоглобина. Как я уже сказала, гемоглобин состоит из четырех субъединиц. Здесь есть две альфа-полипептидные цепи и две бета-полипептидные цепи. То есть всего четыре глобулы, которые взаимодействуют вместе. В каждой глобуле есть гем. Это органическое вещество небелковой природы. Вот здесь вот он представлен. Гем внутри себя содержит ион железа, и именно с этим ионом железа будет связываться кислород. И именно благодаря гемоглобину эритроциты могут переносить кислород и транспортировать его по крови. То есть самая главная функция гемоглобина – это связывание и перенос газов. В основном кислорода, частично углекислого газа, ну и угарного газа тоже. Будем поподробнее говорить об этом, когда будем проходить кровеносную систему. А теперь давайте подумаем, Что будет, если хотя бы одна аминокислота окажется неверной при сборке первичной структуры вот этой вот глобулы? Давайте посмотрим. У нас есть 146 аминокислот в полипептидной цепи в составе гемоглобина, в составе вот этой вот одной глобулы. Если мы возьмем шестую аминокислоту, в данном случае это глутаминовая кислота, и заменим ее на валин. Что же будет? Вернемся к классификации. Так, вот она наша табличка. Здесь мы видим глутаминовую кислоту. Вот она. Изначально шестая аминокислота в полипептидной цепочке. Она отрицательно заряжена. И меняем мы ее на валин, на аминокислоту, которая является неополярной. То есть в первом случае у нас была аминокислота с гидрофидным радикалом, хорошо взаимодействующая с водой, еще и отрицательно заряженная. То есть тот радикал, который может взаимодействовать с чем-то положительно заряженным. А образовалась аминокислота с неполярным радикалом, то есть с гидрофобным радикалом, который с водичкой не взаимодействует. Что мы получаем в итоге? Тоже давайте смотреть. А получаем в итоге мы вот такую вот интересную картину. И у человека развивается заболевание, которое называется серповидно-клеточная аммия. Почему такое происходит? Вот молекула гемоглобина. Обычно эти молекулы гемоглобина в эритроците расположены отдельно друг от друга и друг с другом не взаимодействуют. Но в случае, если мы меняем одну аминокислоту, и эта аминокислота становится гидрофобной, молекула гемоглобина начинает слепаться друг с другом в длинные тяжи, примерно вот таким вот образом. Из-за этого сам эритроцит начинает менять форму и принимает форму вот такого вот серпа. Возникает серповидно-клеточная аммия. Поэтому даже замена одной аминокислоты, и если этих аминокислот 146 штук, может привести к тому, что структура белка изменится и изменятся его функции. Но про серповидно-клеточную аммию мы поговорим с вами на генетике поподробнее. Итак, давайте подытожим, какие структуры белка есть и какие связи мы можем в них встретить. То есть какие связи формируют каждую структуру. Первичная структура – это просто цепочка из аминокислот, которые соединены пептидными связями. Вторичная структура белка – это та самая цепочка из аминокислот, которые начинают сворачиваться либо в альфа-спираль, либо образуют бета-складчатые слои. И вторичная структура поддерживается водородными связями. Дальше третичная структура. Альфа-спираль, либо бета-складчатые слои, начинают сворачиваться в глобулу, в такой вот клубочек. И здесь роль играют уже и водородные, и гидрофобные, и десульфидные, и ионные связи. То есть целых четыре типа связей. Ну и дальше четвертичная структура. Ее могут формировать некоторые белки, когда, например, взаимодействует несколько отдельных глобул, то есть несколько отдельных полипептидных цепочек. Вернемся к предыдущей картинке, на которую мы уже с вами посмотрели, где были изображены все эти связи в белках. Так, сейчас ее найду. Вот она. Пожалуйста, проработайте ее. Посмотрите, где какая структура. Подпишите ее, где первичная структура, где вторичная структура. Посмотрите, какие типы связей вы можете обнаружить. Прямо проработайте эту картинку максимально подробно, потому что это очень поможет вам подготовиться к экзамену. И еще раз понять, где какие связи находятся и какую структуру белка они формируют. А мы с вами движемся дальше и сейчас поговорим про денатурацию белков. Что такое денатурация? Это изменение структуры белка. При этом, раз меняется структура, то белок теряет свои природные свойства и происходит это под действием каких-либо факторов. Денатурация разрушает четвертичную, третичную и вторичную структуру. Первичная структура обычно сохраняется. Но бывает и так, когда факторы очень-очень сильные, разрушается еще и первичная структура. В таком случае мы можем говорить про необратимую либо обратимую денатурацию. Обратимая денатурация происходит, если разрушается вторичная, третичная, четвертичная структура, но первичная структура должна сохраниться. Ведь при сохранении первичной структуры белок может вернуть свою нативную конформацию. Если же разрушается еще и первичная структура, то все, денатурация становится необратимой. И белок обратно свою нативную конформацию вернуть не может. Давайте посмотрим. Вот у нас есть глобула, то есть это третичная структура белка. Происходит денатурация, разрушается третичная структура, разрушаются связи, которые формируют третичную структуру, разрушаются водородные связи, которые формируют вторичную структуру. И в итоге белочек разворачивается вот в такую цепочку из аминокислот. В данном случае белок денатурированный. Этот белочек может ренатурировать, то есть восстановить свою структуру и вновь стать глобулой, потому что первичная структура сохранилась. Представьте, у вас есть клубок ниток, вы можете его развернуть, можете свернуть обратно, смотать в клубочек. Но если вы вытянете нитку, развернете, порежете ее на мелкие фрагменты, эти фрагменты вы обратно в клубок уже не соберете. Вы не сможете соединить их вместе. Вот это вот пример будет необратимой денатурации. И вы наверняка видели его в своей жизни, когда жарили яичницу на сковородке. Если помните, яйцо, оно имеет жидкую текстуру, потому что там содержатся растворимые белки. От действия высокой температуры эти белки начинают денатурировать, причем денатурировать необратимо, то есть разрушается их первичная структура. И они из-за растворимых становятся нерастворимыми, поэтому затвердевает, и мы видим вот такой вот белый цвет. Что еще важно отметить про денатурацию? Во время денатурации белков может происходить образование случайных клубков и петель, которые слипаются и будут формироваться крупные агрегаты из денатурированных белков. Тоже важно. Ну и, кстати, пример обратимой денатурации. Когда девушки или женщины делают себе прическу, делают кудри, они деформируют белок в волосах, то есть происходит его обратимая денатурация, и затем он восстанавливает свою структуру, голосы вновь упрямляются. Теперь давайте поподробнее поговорим про ренатурацию. Еще раз. Это восстановление нативной структуры белка. Происходит она не всегда, но чтобы она произошла, нужно, чтобы сохранилась первичная структура белка. И сейчас мы с вами познакомимся с особыми белками, которые называются шопероны, или по-другому белки теплового шока. Б-Т-Ш. Это те белки, которые помогают другим белкам свернуться и приобрести свою правильную нативную конформацию. Как это работает? Вот он белок шоперон, белок-помощник. Вот ненативный белок, то есть белок денатурировавший, но сохранивший свою вторичную структуру. Чаще всего шопероны помогают свернуться тем белкам, которые сохранили именно свою вторичную структуру. Что они делают? Они связываются с гидрофобными участками данных белков и помогают им восстановить свою нативную конформацию. Все. Мы видим, что белок сворачивается правильным образом благодаря вот такому вот белку-помощнику. Тоже их название, их функции, пожалуйста, запоминайте. Теперь давайте поговорим, какие факторы могут вызывать денатурацию. Всего есть несколько типов. Это химические факторы, физические факторы, биологические факторы. И денатурация, как уже сказали, может быть необратимая, может быть обратимая, в зависимости от того, насколько сильны данные факторы. Необратимая денатурация происходит, когда мы действуем на белки концентрированными растворами кислот или щелочей, концентрированными растворами солей тяжелых металлов, высокими температурами. Отметьте, пожалуйста, что это именно больше 40 градусов. И в данном случае это уже будет физический, а не химический фактор. И под действием радиоактивного излучения. Тоже физический фактор. Еще один химический фактор, который может вызывать необратимую денатурацию, это органические растворители. И биологический фактор это воздействие токсинов. Когда происходит обратимая денатурация? Обычно это не такие сильные факторы, и они более мягкие. Например, соли легких металлов, разбавленные растворы кислот и щелочей, охлаждение и перемешивание. Ну и нагревание до температур меньше 40 градусов. Это все про факторы. Но есть интересный момент. На самом деле, некоторые серьезные заболевания человека, они связаны с тем, что в организме человека накапливаются неправильно уложенные белки. К таким заболеваниям относятся болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона. Давайте разбираться на примере болезни Альцгеймера. Так выглядит мозг здорового человека, в котором находятся здоровые нейрончики. И в аксоне данного нейрона есть большое количество микротрубочек. Эти микротрубочки стабилизируются специальным ТАО-белком. Но при болезни Альцгеймера что-то происходит со структурой данного ТАО-белка под действием различных факторов. То есть он теряет свою нормальную структуру. В результате образуются вот такие вот клубки из ТАО-белка, и микротрубочки начинают разбираться. Этот белок не может стабилизировать микротрубочку, происходит ее разрушение. Если микротрубочка разрушается, то внутри данного нейрона не будут происходить процессы транспорта, и в конце концов он будет отмирать. Вот такой вот интересный факт. Теперь давайте разберем две качественные реакции на белки, которые вам необходимо знать для успешной сдачи экзамена. Во-первых, это биуретовая реакция. Это реакция именно на пептидную связь. Что мы делаем? Мы берем раствор белка и действуем на него сульфатом меди в щелочной среде. При этом образуется фиолетовое окрашивание. Соответственно, если мы все это проделали, увидели фиолетовое окрашивание, можем сделать вывод, что пептидная связь есть, и здесь содержится белок. Дальше, вторая реакция, которую необходимо запомнить, это ксанто-протеиновая реакция. Это качественная реакция именно на ароматические радикалы аминокислот. Что делаем? Берем раствор белка, действуем на него концентрированной азотной кислотой, и видим желтое окрашивание. Соответственно, делаем вывод, что в этом белке содержатся ароматические аминокислоты, аминокислоты с ароматическими радикалами. Какие белки вам необходимо знать для того, чтобы сдать ЕГЭ по биологии? Первая классификация. Белки можем разделить на простые и на сложные. К простым белкам будут относиться те белки, которые состоят только из аминокислот. Например, нейтральные альбумины, то есть это яичные альбумины или сывороточные альбумины. Это глобулины, антитела различные, фибриноген крови. Это гистоны, про них подробно узнаете, когда будете изучать нуклеиновые кислоты. Дальше, фибриллярные белки, например, кератин или коллаген. То есть это простые белки, в состав которых входят только аминокислоты. Но есть белки сложные. Помимо белкового компонента, помимо аминокислот, туда добавляется какой-то небелковый компонент. Ну, например, хромопротеины. Вот мы видим слово протеин, это белковый компонент. И сюда добавляется слово хрома. Это говорит о том, что данный белок, он состоит из белкового компонента и из пигмента. Например, гемоглобин, с которым мы уже с вами познакомились. Дальше, есть гликопротеины. То есть есть белковый компонент, есть углеводный компонент. Например, муцин или мурин. Есть липопротеины, белковый компонент и липид. Например, такие сложные белки входят в состав мембран. Есть металлопротеины, то есть металл и белок. Дополнительная группа. Это у нас получается дополнительный небелковый компонент. Металл. К таким сложным белкам относятся белки-ферменты. Есть фосфопротеины, белковый компонент и фосфорная кислота. Например, белоказеин. И есть также нуклеопротеины. Это белковый компонент и нуклеиновая кислота. Эту классификацию, пожалуйста, тоже запоминайте. И примеры белков необходимо знать. Давайте теперь поговорим про другие типы белков, про другую классификацию. Белки мы можем разделить на фибриллярные и глобулярные в зависимости также от их строения. Но здесь мы смотрим на вторичную структуру, либо на третичную структуру. У фибриллярных белков вторичная структура наиболее значимая. То есть в основном они состоят из вторичной структуры, из длинных полипептидных цепей, которые параллельно укладываются друг с другом и формируют длинные-длинные тяжи. За счет того, что эти белки длинные и большие, они нерастворимы в воде. При этом они обладают очень большой прочностью. Какие функции они выполняют? В основном это структурные белки, которые входят в состав каких-то компонентов в клетке или даже в организме. Например, коллаген, миозин или кератин. Запоминайте белки. Дальше. Глобулярные белки. Это белки, которые имеют третичную структуру. Она у них наиболее значима. И они из себя представляют просто компактные глобулы. То есть именно есть третичная структура белка. Они растворимы в воде. Почему? Потому что, когда формируется глобула, получается так, что все аминокислоты с гидрофобными радикалами, они оказываются где-то внутри этой глобулы. И наоборот, с гидрофильными радикалами оказываются где-то на поверхности. Здесь могут быть какие-то заряженные группы, поэтому данную глобулу будут окружать молекулы водички, формируя так называемую гидратную оболочку. И белочек будет растворяться в воде. Какие функции выполняют глобулярные белки? Чаще всего такие белки являются ферментами. Про ферментативную функцию мы еще поговорим. Антителами или гормонами. Например, инсулин или глобулины. Это как раз-таки глобулярные белки. Ну и давайте перейдем к функциям белков и поподробнее с ними разберемся. Первая функция это каталитическая. По-другому можно сказать, в принципе, ферментативная. Многие ферменты являются белками. Про еще один тип веществ, которые могут обладать ферментативной активностью, мы с вами поговорим в рамках годового курса. Оставлю вам небольшую интригу. Итак, большинство белков, большинство точнее ферментов являются белками. Что же из себя представляют белки-ферменты? Это такие специальные биологические катализаторы, которые ускоряют химические реакции, протекающие в клетке, но при этом они сами в них не участвуют. То есть просто ускоряют реакцию, но самостоятельно в ней не участвуют. Примером вот такого белка-фермента является репсин. Что это за белок, что это за фермент? Это тот фермент, который обеспечивает гидролиз белков, ну, например, в кишечнике человека. Еще один пример фермента – это сахараза. И данный фермент, он ускоряет расщепление сахарозы до глюкозы и фруктозы. При этом сам фермент в реакции не участвует. Вот такая вот функция. Следующая функция – это строительная функция, или по-другому структурная. Белки образуют мембраны клеток, например. Они входят в состав рибосом и в состав других органоидов в составе клетки. Также мы уже сегодня с вами познакомились с белком коллагеном. Этот белок входит в состав соединительной ткани, такой как кости, сухожилия и хрящи. Еще один белок – кератин. Находится в составе наших волос, в составе кожи, перьев, ногтей и рогов у других живых организмов. Следующая функция белков – это транспортная функция. То есть белки обеспечивают транспорт каких-то веществ. Они либо связывают вещества, либо переносят их через мембрану или просто внутри клетки, внутри организма. Давайте посмотрим на пример такого белка. С ним уже подробно познакомились. Это гемоглобин. Гемоглобин связывает кислород и переносит его в крови. Еще один пример транспортных белков – это специальные белки, которые располагаются в мембране и позволяют транспортировать вещества через мембрану. Есть белки, которые транспортируют визикулы или даже целые органоиды клетки по микротрубочкам. С ними тоже познакомимся подробнее, но в рамках годового курса. Еще одна функция – это двигательные. Например, сократительные белки, такие как актин и миозин, они входят в состав мышечных волокон и участвуют в мышечном сокращении. Прямо сейчас, когда я рассказываю вам материал, когда я двигаю руками, эти белки выполняют свою работу в моих мышцах. И есть двигательные белки, которые входят в состав микротрубочек, ресничек и жгутиков, и тем самым обеспечивают движение клеточек. Дальше, следующая функция белков – это регуляторная функция. Белки могут влиять на обмен веществ в клетке и даже в целом организме. Как пример, белки – инсулин и глюкогон. Они являются гормонами, поэтому они могут регулировать обмен глюкозы в организме человека. Инсулин будет снижать количество глюкозы в крови, и глюкогон будет, наоборот, повышать концентрацию глюкозы в крови. Тем самым они регулируют действительно глюкозный обмен. Следующая функция – рецепторная, либо информационная. Что делают белки в данном случае? Они воспринимают какой-то внешний сигнал, который приходит к клетке, преобразуют его. Чаще всего запускается каскад различных реакций уже внутри клетки, и тем самым формируется внутриклеточный ответ. То есть клетка воспринимает внешний сигнал и каким-то образом на него отвечает, или внутри нее что-то регулируется. Вот это рецепторная функция. Например, белок родопсин воспринимает свет, который является внешним сигналом, и переводит его в нервный импульс. Еще одна функция белков – это защитная функция. Белки формируют антитела, которые защищают организм, в том числе и наш с вами, от инородных чужеродных веществ. Антитела связываются с чужеродными белками, например, это могут быть белки в составе бактериальной клетки, и тем самым позволяют эти чужеродные белки, в том числе и бактерию, уничтожить. Еще одни белки, которые участвуют в защите нашего организма, это фибриноген и тромбин, потому что они принимают участие в свертывании крови. Получается, если вы поранитесь, у вас будет кровотечение, эти белки помогут вам его остановить, вашему организму точнее. Еще одна функция белков – это энергетическая функция. При окислении одного грамма белка выделяется 17,6 кДж энергии. То есть наши клеточки, наш организм могут расщеплять белки и тем самым получать энергию для своего существования. Это тоже возможно. Но это не основная функция белков, конечно же. Еще одна функция – это запасающая функция. Один из примеров данного случая – это специальный белок миоглобин. Чем-то он похож на гемоглобин. Он запасает кислород в мышце. Для чего это необходимо? При интенсивной мышечной работе наши мышцы затрачивают огромное количество кислорода, и им может его не хватать. Вот миоглобин, он как раз-таки запасает какое-то количество кислорода, чтобы, если что, этот резерв можно было использовать. В целом белки выполняют запасающую функцию и, например, в семенах растений. То есть там они прямо хранят в себе запасы на кислот, которые могут использоваться при прорастании семени. Ну и последняя функция. Некоторые белки являются токсинами. Например, змеиный яд. Ребят, на этом все. Я надеюсь, что вы узнали что-то новенькое, что вы теперь можете разбираться в этой теме. Я желаю вам успехов в ее освоении. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также переходите в наши группы. И не забудьте зайти в наш телеграм-канал, ведь там вас ждет практика по данной теме, а также конспекты и рабочие тетради. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова